Стрельбу из лука можно смело назвать одним из самых романтичных и изящных видов спорта. Момент, когда спортсмены к грациозным движениям руки выпускают стрелу и попадают точно в цель, действительно завораживает. Поэтому неудивительно, что сегодня ряды лучников продолжают пополняться. Максим Кунда – один из них. Брестский Робин Гуд начал свою карьеру у лучника 13 лет назад. А сегодня он – мастер спорта международного класса, участник Олимпиады в Пекине и тренер-инструктор. А все началось с легенды о благородном обитателе Шервудского леса. В детстве мультик смотрел про Робин Гуда. И как любой мальчишка делал луки, стрелял. С детства тянуло к этому, и тут узнал о таком виде спорта и остался в нем. Сегодня лучники Брестской области занимают в стране средние позиции по итогам соревнований текущего года. Несмотря на то, что наши спортсмены обеспечили себе половину мест национальной сборной, а также завоевали две олимпийские лицензии, на республиканской спортакеаде Брестская областная команда заняла лишь четвертое место. Все-таки медали у нас есть, отметил тренер команды Михаил Пузяк. Пусть и не золотые. У нас есть медали в этом году на зимнем чемпионате, бронзовая медаль, две медали на Кубке Европы, это летние, опять же участники чемпионата мира. Несмотря на эти достижения, сегодня ситуация с развитием этого вида спорта в нашем регионе не самая радужная. Молочительный состав лучниц, отсутствие площадок для занятий по стрельбе и проведения соревнований, недостаток соревновательной практики. Все эти проблемы ведут к неудачам на международных и республиканских соревнованиях. Вид спорта не совсем такой уже и дешевый, в некоторых странах он даже элитный считается. И у школ слабая материальная база. Дети приходят, вот допустим, пришло ко мне 20 человек, у меня реально 5 луков, и из 20 только 5 останутся, и следующий набор я не смогу сделать, потому что уже луки заняты. На сегодняшний день действительно остро стоит вопрос, например, о детском спорте. Нет детского инвентаря в достаточном количестве. Именно этот фактор и привел к уменьшению женской части команды. Выход из ситуации есть, заявил Александр Рогачук. Как можно больше уделять внимание популяризации стрельбы из лука. В этом виде спорта у нас многолетние традиции, которые необходимо чтить и развивать. После подведения итогов состоялось вручение благодарности администрации Московского района и денежных пощений тренерско-преподавательскому составу спортсменам, а также лицам, оказывающим брестским лучникам многолетнюю и всестороннюю поддержку.